И снова снег, и снова не пройти. В редакцию новостей нашего города обратилась Наталья Никулина. Молодая мама старается при любой возможности, как только позволяет погода, гулять с ребенком на улице. Но, рассказала Наталья, делать ей это очень затруднительно. Чтобы пройтись по двору с коляской, приходится проявлять и ловкость, и физическую силу. Сегодня с молодой мамой мы прошлись от ее дома до детской поликлиники Номира. Что из этого получилось в рубрике «Нам здесь жить». Сегодня Наталья Никулина с сыном Артемом на улицу вышли не просто погулять. Малышу необходимо поставить прививку. Поэтому наш пункт назначения – детская поликлиника на улице Мира. Обращались устно. Сначала говорят, что передают начальнику просьбу. Потом начальник объяснила, что просили, придут посмотреть. Почему так убирают снег, Наталья не понимает. Вроде ведь и дело делают, да так, что только хуже становится. Обращались в администрацию, обещали также принять меры, приехать, фотографировать и передать данные в ГАИ. Но пока нет изменений никаких. Преодолев первое препятствие, отправляемся дальше. Путь до поликлиники недолгий. Медучреждение находится буквально в соседнем дворе. Но, как оказалось, непростой. Женщине, чтобы пройти по двору с коляской, приходится молниеносно реагировать. При этом еще и умело маневрировать. То объезжать снежные холмы и ямы, то пропускать автомобили. Ну, сейчас мы все равно по буграм поедем. Потому что так наклонять, вот, не знаю, коляска где-то местами неустойчивая. Начинаешь ее наклонять, она начинает скользить и переворачиваться. Ну, здесь, да, по двору. Здесь, в принципе, уже накатанная, пробитая. Снег падает, утаптывается. И в результате получаются такие выбоины, по которым достаточно сложно с коляской проехать. Вот. Ну, и когда подмораживает, конечно, и быстрее падаешь. Почему людям приходится преодолевать такие препятствия? И когда все-таки ситуация изменится, мы узнали в управляющей компании. Конечно, мы его уберем. Когда? Конечно. Завтра приступим к дворнику. Ну, сделаем замечание, накажем. И впредь постараемся, чтобы она не поступала. Но еще и причина в том, что она ставит машины так, что дворнику нет возможности кидать этот снег на газон при уборке. Уборка этого двора производилась в декабре, 17-го непосредственно декабря. Это прошлого года. Ну, думаем, что мы его все-таки уберем до конца марта. Этот двор мы еще раз почистим. Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Ольга Попов ой, манинь. Продолжение следует...